Говорит и показывает Радио Свобода Все, что касается теракта, мы говорим об этом сегодня И также мы включаем наших корреспондентов, которые находятся сейчас на площадях Один на Манежной, другой в Питере Давайте начнем с Манежной площади Илья Кизиров, наш корреспондент Что у вас, Илья? Здравствуйте Давайте я расскажу тогда по порядку Мы проходили на этот митинг со стороны Тверской улицы И когда я подходил, было видно много молодых людей с цветами И они явно были неорганизованными То есть это были люди, которые действительно пришли почтить память тех, кто погиб в этом теракте Но потом, когда мы подошли к Большому театру Мы увидели несколько явно организованных групп Человек по 20 людей с типичными двумя гвоздиками Кто-то отмечал что-то в списках Видимо, кураторы этих групп И возле рамок также собирались люди Собирались организованными группами Тоже человек по 20-30 И также такими же группами проходили И с самого начала здесь, на Манежной площади, было действительно очень много людей Площадь была заполнена вся И когда мы зашли, мы услышали речь Сергея Доренко Довольно агрессивную и, как мне кажется, довольно неуместную для такого события И дальше, то, что происходило дальше, было, честно говоря, больше похоже на какой-то концерт ко дню милиции Потому что выступали все эти народные артисты Выступала Валерия И лишь в небольших перерывах Ведущие рассказывали какие-то факты о биографиях тех, кто погиб в этом теракте Это действительно было довольно трогательно Но само мероприятие было действительно похоже на какой-то традиционный концерт Как бывают на Поклонной горе Или как был недавно возле университета По случаю аннексии Крыма И вот сейчас на площади Митинг уже закончился И на площади не осталось никого Но народ начал расходиться гораздо раньше Примерно за полчаса до окончания этого мероприятия Илья, мы слышали и видели сообщение Заместителя главного редактора радиоэха Москвы Владимира Варфоломеева Он сказал, что даже не получилось с него попасть на эту площадь Ему говорили, что более-менее организованные группы сюда попадают Вы приходите после восьми, когда все рассосется Вот в какой-то момент в четыре часа он зайти не смог Было ощущение у человека, что все-таки не каждого пускают на эту площадь У вас, ну какое создалось ощущение об атмосфере всего этого Это скорее было действительно в память Или это было в поддержку власти Потому что мы видели очень много фотографий На которых люди вышли с плакатами Опять с Путина и Медведев Ну при чем здесь, казалось бы, Путин и Медведев Хотя, казалось бы, ну а может и при чем Как вот вам кажется Как вы это увидели Таких плакатов в поддержку Путина и Медведева я не видел И также нам удалось пройти сюда довольно беспрепятственно Была действительно толпа возле рамок Но пускали абсолютно всех желающих И на мероприятии были какие-то непонятные казаки Были люди с плакатами и флагами национально-освободительного движения Это такое провластное радикальное движение Но речей прямо в поддержку власти я не слышал Их со сцены не произносили Произносили речи о сплоченности О том, что Россию не поставить на колени Тоже, конечно, классические для таких мероприятий речи Но прямо фамилии Путина и Медведева Не звучали ни со сцены Не видел я их, если честно, на плакатах у людей Спасибо, Илья Спасибо вам большое за этот репортаж Плакаты мы видели на фотографиях агентских Которые сейчас публикуются с этого митинга Мы их видели, но вы не заметили В конце концов, это не так уж важно Но не было там на плакатах их в большом количестве Что, наверное, уже хорошо Вот я спрошу наших уважаемых гостей Как раз по этому поводу Вы помните прекрасно первую реакцию Первую реакцию Думы Запретить митинги вообще То есть вот террористическая угроза Сейчас не место для митингов Зачем все эти вот эти болотные, манежные И бог знает, что все, что связано с Навальным И детскими протестами И вдруг вот не прошло и трех дней Вот это новое мероприятие Уже при том, что каждый день объявляют Красный уровень угрозы в Москве И тем не менее собирают в четверг людей Это же не стихийно Это все-таки собирают, это организовывают Это все зачем, как вы считаете, Глеб? Ну, вряд ли власти могли ничего не предпринять Тогда бы их ругали за то, что они бесчувственные Равнодушные Да, равнодушные Ведь в первые минуты и в Питере Была заметна растерянность властей Она была больше даже, пожалуй, чем обычно Заметна, включая Путина В какой-то прострации Поначалу Но потом все приходят в себя У нас, смотрите, получилось как Несколько митингов И такая вот 26-го до сегодняшнего дня Идет цепочка Но я должен сказать, что сегодня они удержались Это хорошо Удержались от того, чтобы нагнать флагов Нагнать транспарантов Которые были бы, скорее всего, ужасны Поскольку готовились бы централизованно профсоюзами Там действительно были большие Большое количество людей, пришедших спонтанно Ну, профсоюзы организуют все всегда, как профсоюзы Там только уже была ужасная давка Перед входом в Александровский сад И она, в частности, была связана еще и с тем Что люди шли навстречу То есть люди, которые пришли по разнарядке Быстро уходили Они, видимо, придя Побыв в некоторое время приличное Они уходили тоже большими группами Поэтому так быстро расчистилась площадь Но вот войти в эти ворота мне не удалось Там просто была удовольственная давка Вот я тоже спрошу Николая Травкина Я одного не могу понять Ну, это действительно Люди действительно сопереживают Москва огромный город И нашлось бы всегда, обязательно нашлось бы там Несколько тысяч, допустим, несколько тысяч точно Людей, которые бы пришли от души Услышав, а я эти призывы слышала Прийти на Манежку Правда, немножко странными они прикрывали Не то, что прикрывали, но ориентировались На таких странных каких-то персонажей Гарик Бульдог Харламов Странно это все было Какой-то такой гламурной тусовкой Но не важно Важно, что все время с экрана В федеральных каналах звали людей на эту площадь Зачем, при том, что Москва большой город Что сочувствие есть совершенно определенное у людей Человеческое Зачем еще организовывать это профсоюзом? Профсоюзом, префектуром Для чего? Я думаю, что здесь Сработали Две вещи Первое Что в Питере проявилось что-то человеческое Действительно, смотришь интернет Начинают бесплатно подвозить Пускают в дома Кофе бесплатно поют В людях что-то появляется человеческое А если что-то появляется То власть обязана приватизировать Она же не может на самотек пустить Как вот люди начинают какие-то чувства проявлять А мы это дело до сих пор не канализировали А второе Вчера в интернете шло Я даже в фейсбуке отреагировал на это Что первой заявку На этот митинг Подал нот Федоров Но нот это вообще И что мы проведем митинг Это главное действующее лицо всех митингов В Кремле тоже, ребята, не глупо Они подумали, что это все равно Что каннибалы будут проводить Панихиду по невинно сожранным Поэтому надо же как-то лицо сохранять И быстренько профсоюзы подвязались Вот давайте Главный лозунг у профсоюзов был Трагедия в Питере сплотит Россию А чего трагедия в Москве, на Дубровке, в Волгограде До сих пор не сплотила Россию А вот сейчас она сплотит Если это такая мощнейшая трагедия А чего траур не объявили По всей России Почему не был объявлен траур А вот вместо траура Они начали лихорадочно собирать митинги по городам Причем, ну хорошо, в Москве удачно Манежная площадь, там можно поставить 5 тысяч А сфотографировать, что это 500 тысяч А во Владивостоке нет такого места Власть не успела отчитаться, что 2000 скорбящих пришло А сверху дают фотографию И местная газета пишет 400 пересчитали по головам Даже здесь лицемерят Даже здесь врут Но основное, возвращаясь Основная причина, что власть не может Не взять под свое прямое управление Ничего Ой, ничего пропустить не может Даже то, что можно было бы Вспомните, бессмертный порог Как прекрасно начиналось В Томске инициатива Ребята пригласили, вышли Томске и в следующий год По другим городам несут Своих погибших родственников Вспоминают Через год Кремль все это захапал Уворовали Отфинансировали И строим уже во главе с Владимиром Владимировичем Путином идут Чистый Советский Союз Чистый Советский Союз Как ни демонстрация в поддержку власти С нами на связи Татьяна Вольска Татьяна, здравствуйте Татьяна, наш собственный корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна, вот мы только что послушали Наших коллег с Манежной площади Они говорят, что меньше Путина Вот они даже не видели каких-то провластных плакатов и выступлений Но тем не менее концерт Очень им напомнил все эти Валерий бесконечно напомнил там Любой концерт Дню милиции Или к воссоединению с Крымом Только что был такой же на Воробьевых горах В Питере было ощущение по кадрам Что все это более прошло человечное Без криков, без шума, без рок-н-ролла У нас правильное ощущение Да, здравствуйте, совершенно верно У нас популярен здесь в последнее время Такой слоган Здесь вам не Москва Вот, и это оправдалось полностью в этот раз То есть меры безопасности были приняты очень серьезные Загородный проспект полностью перекрыли На площадь перед технологическим институтом Можно было попасть только через рамки металлоискателей Вот, и народу было очень много Это не такое уж большое пространство Но 3-4 тысячи, наверное, по каким-то прикидкам там было точно Была установлена такая сцена с плазменным экраном Где просто был слаг и какие-то слова Но вот действительно концерта не было Единственное, кто, ну, кто-то прочел свои там любительские стихи Ну, как это бывает вообще-то на митингах И единственная из таких медийных персон Это пришел Розенбаум Но он пришел вот не как на концерт Он даже пришел без гитары И сказал, что он не собирался выступать И пришел без инструмента И спел просто, что это капелло Одну песню без сопровождения Так что это все выглядело очень человечно Ну, там, сказал Полтавченко Пару слов еще там кто-то Вот, и надо сказать, что Полтавченко и Макаров И Матриенко, они приходили вылагать сюда цветы Еще и раньше, до митинга И вообще, действительно, ну, как-то вот это все Выглядело более или менее неплохо Оппозиционеры, да, плакатов никаких не было Оппозиционеры там были замечены Наши городские, но Они тоже не принесли никаких плакатов Только Елена Осипова, художница Которая обычно на оппозиционных акциях Всегда в них участвует Она вот пришла с плакатом Где был такой просто огромный знак вопроса К следственным органам И там было написано, что вот они Не раскрывают, потому что не хотят прийти к самим себе Вот примерно такой вот смысл того плаката Вот это единственное, что можно было заметить Вот, и, ну, вот российский флаг Страурной ленты и надпись Петербург 03.04.2017 Вот это, собственно, единственное, что было на экране И так все очень коротко Это все проходило около всего получаса Вот, собственно говоря, и все Спасибо большое, Татьяна Я напомню, что, даже не напомню А только объявлю сейчас впервые Телефон прямого эфира 8 800 222 12 Пожалуйста, звоните нам Делите своими соображениями Как у вас в городах это проходило Как вы считаете, это скорее для власти Или скорее все-таки в поддержку тех, кто пострадал И в поддержку семьи тех, кто погиб И вот, уважаемые коллеги Хочу вам задать вопрос Четыре дня прошло, и каждый день вдруг стал приносить Какие-то сообщения о какой-то террористической угрозе Какой-то акции То есть, ведь мы жили, в общем, в спокойной достаточно обстановке По крайней мере, в Российской Федерации Все время было ощущение, что вот это где-то там А здесь удается держать Здесь удается держать обстановку И вдруг как прорвало То есть, уже оказывается, этот молодой человек Который оказался смертником У него была целая банда Там четыре человека, их тут же схватили Которые его инструктировали, набирали других молодых в ИГИЛ Уже в Астрахани происходят Какие-то события, связанные с боевиками Сегодня подорвалось устройство В Ростове-на-Дону Что-то нашли еще в Санкт-Петербурге То есть, вдруг начало это сыпаться Вопрос, либо мы уже и жили в таком В таком мире Нам просто об этом не сообщали Либо действительно какой-то сброс Произошел какого-то механизма Кем неизвестно, зачем неизвестно Но что-то действительно начало происходить Вот, Глеб, какие у вас ощущения? Я думаю, что этого будет больше Еще больше Да Потому что Есть такая Помимо всей конспирологии Простая вещь, как Государственная слабость У нас ведь на самом деле Слабое государство Все институты на самом деле Слабы Все эти демонстрации Мощи и силы Они уносят средства Но не создают сил Мы просто слабеем Таким образом Мы заняты Как страна В ближневосточных делах Иногда кажется Больше, чем в своих собственных Ведь что О чем говорит То, что новостью Новостью Становится какая-то Невыразительная утечка О том, что в администрации Президента Рассматривают вопрос Что может быть Телевидение должно Давать немножко больше Информации о собственной стране Чем об Украине и Сирии Да что вы А я не знала Неужели Была такая утечка Это было названо Перенастройкой Это не было названо Фейком в итоге Перенастройкой Конечно, это ситуация В которой И террористы И нигилисты И просто Сумасшедшие Могут Чувствовать себя Совершенно свободно То есть они это почувствовали Раньше, чем рядовые граждане Пока ФСБ ловит Школьников И Каких-то Фейсбучников Которые что-то Перепостили Значит Замечательно Ты можешь Вообще Заниматься Чем угодно Конечно Пойдут Всякого рода Подозрения Но я думаю Вы знаете Я смотрел на Путина Вот тогда Когда В день взрыва Который Как бы Оказался Почти Рядом И У него У него Было Вот именно лицо Выражавшее Какую-то Такую Прострацию То есть вдруг Состояние Внезапного Понимания Которое Что вообще Происходит Замечательно Вот Укашенко Мы там Переговаривали А тут в метро Взрывают То есть Контроль Там мнимый Контроль Мнимый Контроль Направлен На каких-то Значит На 500 человек В стране Которые Что-то пишут Друг другу Значит В Фейсбуке И То есть Их даже Их контролировать Не надо Они У них У них Адреса Есть Вот А в это время Значит Совершенно Свободно В эти поры Входит Просто порча И вот эта порча Почувствовала Эту имитацию силы Это они почувствовали И активизировались Даже маленькая реальная сила Всегда прекрасно чувствует Где реальная опасность А где имитация Они между этими декорациями Снуют просто как тараканы Вот Николай Я понимаю Что это самое неблагодарное Неблагодарное занятие Пересказывать Маникюрш В парикмахерской Ну так же как и таксистов Но я это сделаю Все-таки Тем не менее Я это сделаю И вы меня поймете Почему Потому что Вот говорит Глеб Мы без конспирологии Но я перескажу Вот я сегодня утром В парикмахерской Слышала Как маникюрша Сказала Вот черт А ко мне в декабре Ко мне говорит На педикюр ходит генерал У меня уже сама формулировка Это на педикюр ходит На педикюр Ходит генерал Да И вот я из зимы думаю Когда ж Что ж Что же у меня такое рассказал А зимой оказывается Генерал Придя на педикюр Сказал ей Что мы к весне ждем проблемы Мы ждем волнения Мы весной ждем И Путин нам велел Освободить все бункеры И она говорит Что да 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 И говорит что И генерал Отчитался перед ней В том что Вот тот бункер Который они всю жизнь Пожизненно использовали Под мойку Он сейчас освобожден Он говорит Мы сейчас все Лихорадочно освобождаем Все вот эти помещения Для того что были бункеры И она говорит И я все думаю Где же Вот уже весна Уже март закончился Апрель наступил И наконец И у нее такое облегчение Ну наконец-то сбылось Все что мне значит Генерал Вот тогда еще Под новый год Это я все таки К вопросам конспирологии Все таки вот Глеб говорит Эти активизировались А вот народ думает Что вот эти активизировались Ну в рассказе Парикмахерша Все Она не парикмахерша Она маникюр В нем все прекрасно Можно было его остановить На одной фразе Ко мне пришел Конечно Держал делать маникюр Он ко мне ходит И уже народ должен был бы задуматься Не все нормально Он ко мне ходит Он не просто пришел Он ходит ко мне Говорит Я думаю Кстати Владимир Владимирович Ты говоришь В внешний вид Там он задумался Не сижу ли я Над этой станцией Куда меня посадили Привезли Я согласен С тезисом Который привел Как аргумент Глеб Олегович Я бы добавил еще одно Долго сеяли ненависть Долго Мощно Все телевидение Над этим работало Вся пропаганда Вся кремлевская машина Все Накачивали Накачивали Ненависть Урожай начал созревать Куда-то она должна Проявиться Причем мы ненависть Не только внутри страны Против пятой колонны Накапливали Мы же весь мир Превратили во врагов Под конец Даже удобили Еще и ислам Сирию Что приходите Ребята Мстите Ну ясно Что сегодня Каждый шорох Который мог бы Неслышно И незаметно Пройти полгода назад Там стреляли В гаишников В них наверное Каждую неделю стреляют Сегодня воспринимается Как чрезвычайное Такое Такое положение Ситуация Вот мы же Мы почему-то сегодня Не вспоминаем Смотри как Власть наша Особенно думская Обиделась А почему Бранденбургские ворота Не раскрасили Они В российский флаг Оскорбление Вообще-то века Просто А когда Жириновский В прямом эфире Говорил Правильно Пусть друг друга убьют Пусть их там Взрывают Нам лучше будет Под аплодисменты Под аввации Выступал Им массовка радовалась И ведущий По-моему Это у Славьева было Тоже такую Одобрительную усмешечку В губах прятал Молодец Так Ответки идут Черт возьми Ненависть Начинает Созревать Вот получаем Вообще-то С этими воротами Это произошло Что-то Беспрецедентное Вот Глеб Я сегодня нашла Я видела Во-первых Во всех ток-шоу Клеймили Германию За то, что ворота Вот Кстати говоря Опускает тот момент Что Дрезденский дом культуры В котором кое-кто работал Подсветили С 8 до 12 Но это их не удовлетворило Они уперлись Как бараны Именно вот в эти ворота Вот Берлинские И клеймили На всех каналах немцев За то, что они проявляют Такое бесчувствие Не подсвечивая Вот эти ворота И в конце концов Ой, нам Александр Да, давайте Мы дадим звонок Сначала Александру Потому что он ждет давно Здравствуйте, Александр Говорите, пожалуйста Да, добрый вечер Да, говорите Здравствуйте Что хотел бы сказать О этим митингам Собственно вот А почему Не объясняет Не хотелось бы она Объяснить А от чего Собственно терроризма То есть терроризма Чеху Эти митинги Эти театральные постановки И вот это вот С тем-то сплочением Мат Потому что если взять Например Крупную серию терактов А их Взбитый Боинг Начинаем Расстрелян И посол Курск Особняком Особенно Ту-154 Ту-154 Да и тот же взрыв Ведь идиоту Понятно Что это дело Спецслужб У спецслужб У ТГ и рядом Не пахнут А вот Каких спецслужб Оно же не объясняет Если наших Наших Какой целью Если западные Спецслужбы Пусть объяснит Их цели И как интересно Эти митинги И вот эти Псевдосборища Могут повлиять На сотрудников Спецслужб Устраиваемых Кои устраивают Это Они что Пристыдят Куриц звонят Это смешно Просто извини Спасибо большое Александр Доскажу про ворота И потом Все-таки Про спецслужб В конце концов Я обнаружила На сайте Россия-1 Сообщение Вот такое Что Корреспондент Российского Телевидения Михаил Антонов В лоб Ставит вопрос Перед мэром Берлина Почему Корреспондент Почему вы не окрасили Эти ворота Вот в цвета Российского флага То есть Какое-то Символическое Какое-то просто Мистическое Значение Было предано Придано российской пропагандой Вот этой вот Подсветки Немецких ворот В честь траура Вот как вы Глеб Объясните Болезни Это болезнь Старая наша Она Проходит через Наверное Очень много Уже режимов Которые у нас были Для нас Почему-то Невероятно важно Что у нас Говорят Что у нас Пишут Мы Чем нам светят Мы тащимся Когда нас хвалят Невероятно Даже если Хвалит Мошенник Вот А сегодня Очень видно Теперь это целый рынок На западе Хвалить Россию За русские деньги Вот Это Просто они даже Приезжают сюда Значит Прямо С акваяжами Значит Сказать А потом хвалят Хвалят нас А потом мы Выдвигаем претензии К мэру Берлина Понимаете Это действительно Есть Это к сожалению Есть даже В заложенной В нашей культуре Какая-то Вот Жадное Жадное Желание Быть Высоко оцененными А тогда Хоть трава не расти Это было И в Советском Союзе Между прочим И тоже были Такие Специальные Там Типа Хорошо помню Компартия Люксембурга Она регулярно Приезжала сюда Значит Скать Она из мощнейших сил Вот И высказывалась Всегда Всегда правильно Высказывалась Неизменно Давала отпор Понимаете Нам надо Вот Когда Человек занят Чем-то Важным Для него Он Не слышит Хорошо О нем Говорят Или плохо Вот Нам надо Как-то усиливаться В качестве Общества В качестве Страны В качестве Политической Гражданской Нации Производить Надо Понимаете А не Охранять У нас с охраной Это все в порядке У нас охранников Наверное На всю Европу Хватит Мы можем И в Берлин Присылать Поделиться А вместо Вместо этого Все время Мы производим Символы Мы не Производим Продуктов Мы производим Восторг Влияние Напечатали На первой странице Нью-Йоркера Прекрасно Вот Это просто Прорыв Нашей Внешней Политики Это же Просто уже Совсем Смешно Это Это было Когда-то В первые годы После Революции Над этим Даже тогда Смеялся Там Зощенко Булгаков Вот Такая Вот Что о нас Говорят Понимаете Нам надо Перестать Интересоваться Тем Что о нас Говорят Потому что Фактически Мы Изолированы Это очень Вступает В веющая Противоречие С теорией Что встали с колен Ну как же Встали с колен Если на коленях Просим об этой подсветке Отдыхнули колени И пошли работать И пошли просить подсветку Вот И пошли просить Тогда это значит В общем Это тактика бомжа Поползли Сказать Да Это Наша Сегодня Действительно Возникла Новая ситуация Она опасна О ней Говорил Каллика Травкин Мы Стали Каким-то пуговом Мы стали Мировым пуговом Мы действительно О нас Теперь все знают Везде Что-то плохое Что-то То ли он украл То ли у него Украли Какие-то хакеры Что-то они там делают Что-то они химичат Вечно И возникает Вот это В Америке Просто поразительная Атмосфера Теперь В отношении Русских И русских Она тоже Парноидальная Ну вот Она просто Точная копия Буквально Вот Наши 14-го года Они тоже Ищут всюду Русских Под ковром И обвиняют В связях С русскими Значит Вот Это Это Откуда идет Это идет Не от пустого места Да Это идет Не от пустого места Это идет От того Что власть Полностью Забыла Страну Она смотрит Своё собственное Телевидение Ей как бы показывают Постоянный Какой-то сериал Она по своему телевидению Между прочим Участвует в этих Американских выборах Телевидение Я плачу Я хочу видеть Значит Тот сериал Который мне нравится А потом Они поэтому Как Сталин По кубанским казакам Судил О колхозах Так Значит Они Вот по своим Кубанским казакам Политическим Они судят о мире И Рассылают Какие-то такие Ну знаете Я не знаю Даже когда Наверное Тоже после октября Большевики посылали Какие-то Английские королеве Какие-то Значит Указания Письма Турецкому Султану Что надо И что не надо Наш МИД Наш пресс-секретарь Постоянно Поправляет И в такой Я бы сказал Не очень вежливой форме Всех на свете Что это Увеличивает Нашу репутацию Поправляет Попрекает Да 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 И Очень агрессивно Вот здесь Просто потеря Равновесия На самом деле Мы Наклонились В одну сторону И тогда Действительно Нас могут в спину Просто толкнуть Ну и Ответить нужно Николай На вас уже падает Эта миссия Нашему слушателю Который говорит Что все-таки Скорее всего Он видит Спецслужбы За всеми этими вещами И почему народу не рассказывают Какие именно Спецслужбы Ну поэтому Народ сразу и думает Что спецслужбы Что ему ничего Не рассказывают Да Ничего Как Начинались Расследования Этого Питерского теракта Через полчаса Дают фотографию Вот он Вот он Хорошо Он успел Вбежать В отделение полиции Его должны были бы хлопнуть Перед дверьми И сказали Что взяли Когда пытался смыться Моментально Потом говорит Нет Ошибочка вышла А какая гарантия Что по следующему Вот у вас не ошибочка Где вообще гарантия Что вы вообще не врете Никакой гарантии Все делается За закрытыми дверями Под одеялом Несколькими человеками Народ к этому привык Сначала Это просто глотали Вы живете своей жизнью Мы своей Немножко сверху падает Добавляется Сверху падать перестало Нефтяные брызги Уже за садовое кольцо За окружную Не летят На Москву хватают А дальше нет Народ начинает Часать репу В том числе И задавать вопросы Неудобные А что такое Неудобные вопросы Для власти Которая чувствует себя Неуверенно А она точно О чем Глеб Олегович Олегович говорил С самого начала Чувствует себя неуверенно А у власти хочется Оставаться все время Начну Первое Что надо сделать Это устранить Всех противников Внутри Устранить конкуренцию Принцип Все что можно запретить А все что нельзя запретить Испохабить Вот нельзя митинги запретить Давай испохабим Так как испохабили Бессмертный полк Когда идет внук Молотова В одной руке Несет портрет дедушки А в другой Несет портрет бабушки Жемчужиной Которую дедушка сдал В ГУЛАГ А в голове У самого внука Путин Вот Сегодняшняя Россия Получается Поэтому Назревает Недовольство А куда Это недовольство Завтра выйдет Какая Тысяча человек На манежку И будет Задавать вопросы Про Теракт В Питере Чтобы этого не случилось Мы должны Опередить И провести Свой Централизованный Митинг Поэтому Он проводился На другую тему Не на ту Какими вопросами Наш слушатель Создается А почему Не отвечают На то Или не спрашивают А вот Потому что Это было совершенно другое И в какой-то степени Это был ответ На митинг 26 Мы же не можем Ограничиваться Что там Сказала Валерия Спела А что До Валерия Это пели А до Валерия Исполнили Свои арии Ток-шоу Киселевых Соловьевых Прохановых И они пели Что пятая Колонна Подготовила Всю почву Для этих Терактов Да Это последние Два дня Это было ответ 26 Тот был митинг Против уточки А это был Антиуточкиной Такой Митинг Притушить Его Интересно Что они Так и так В любом случае Должны были провести Какой-то Антиуточкин Митинг У них просто Не было повода Для этого В любом случае Они бы его Обязательно Собрали Повод Получился Очень страшным Собрали Вот так Но собрали Давайте мы послушаем Что прохожие говорили Ведь все помнят Что первые были идеи В Думе И в этих шоу Что все это Зюганов увязал сразу Кстати Зюганов сразу Сказал Что это все Для того Чтобы этот теракт Случился Для того Чтобы молодежь Вывести на улицу Это просто первое Что гениальный Геннадий Андреевич Сразу сказал Потом в Думе Стали предлагать Запретить Вообще Митинги Потому что террористическая угроза Потом я уже говорила В начале программы Собянин Сказал Что поезд Желтого В Москве Повысили на красный И вдруг Сегодня Они сами же Выводят народ И мы спрашиваем Людей Почему Ну вот что мы спрашиваем Вы сейчас сами увидите Почему для Официальных митингов Нет террористической угрозы А для оппозиционных Есть Потому что у нас Неправовое государство Чему вы удивляетесь Так как выборы Президента Состоятся буквально через год Хочется выставить Свою точку зрения И убедить народ То что Против терроризма Ведутся конкретные меры То что Предпринимаются Какие-то Действия против этого Естественно Народ будет верить в это В ближайший год Будет смотреть То что да Защищают Так далее Митинги проводят И Поднимается Шанс того Что того же самого Владимира Владимировича Выберут еще раз Насчет моратория Я считаю Это правильно Но в такое стремное время Лучше Поопасаться немного Я думаю Может на официальных митингах Как рано будет продумано Все будет получше Нежели на оппозиционных Оппозиция Там же непонятно Кто туда придет Официально Это все-таки Наша государство Правительство Ответственность берет на себя За проведение этих митингов Они ответственны Я больше правительству доверяю Вся власть Принадлежит Работодателям Исполнительной власти Они захватили И парламент И суды И сберкому Поэтому Любое проявление Снизу Налогоплательщиков Тем более Организованных Профсоюзов Вот как дальнобойщики Это угроза Их монополий На Распоряжение Бюджетом Право на собрание Право на проведение Митингов Так же как Право на Создание Профсоюзов Фундаментальное Для демократии Тот митинг Который будет сегодня Который согласованный И организованный По всем Законам Он Как бы Правильный Как бы легитимный И можно Короче в нем Участвовать А если мы Соберемся Непонятно По какой причине И с какой идеей Соберем много народу Конечно это будет Уже и для людей И для государства Уже таким Непонятным Щелчком Что происходит Для чего они Собираются Что там будут За люди Какие люди Придут Что с собой Могут принести Тем более Когда такая ситуация Сейчас происходит В мире И вообще В нашей стране Когда вот в Питере Начали взрывать Уже как бы И людям самим страшно И государство Волнуется за народ У меня один комментарий Просто безобразие Абсолютно согласна С тем что Это абсолютная профанация И игра только В одни ворота Безобразие Я считаю так Митинги надо Разрешать всем Ну Правила закона Закон для всех Во всем мире Чтобы каждый человек Вышел И мог высказаться Свое мнение И чтобы Как сказать Не ущерб закону И правительству Властям выгодно Подстроить под себя Народ Вот Это совершенно Замечательная идея Звучит из выступления К поступлению Правильные люди Да Одни люди правильные Другие люди неправильные И есть некая гарантия Безопасности В том что Тут люди то придут Понятное государство А там непонятное государство Ну это Линия Ведется уже Весь Последний срок Президента Путина Вот Линия На Такое Жесткое Рассечение На раскол Внутри общества Ведь собственно говоря С 12-го года У нас вернулось В политический лексикон Понятие Врага Политического врага Его не было В такой форме Его не было Даже в советское время После Сталина Вот Враги среди нас Вот Причем их еще Указывают на их Так сказать Отличия Да Они либералы Они значит сказать Вот так одеваются Так то То есть Это Вредоносная пропаганда Она велась Очень устойчиво И конечно Она проникла В население А тут еще Ее соединяли С какими-то Внешними Событиями Да Украина конечно Это был огромный Подарок Нашей Кремлевской пропаганде И Теперь Вот существует Вот этот Враг Именно что-то делать А хочется Отступить Потому что Надо ведь Что-то делать В стране На самом деле Уже Догадка о том Что Распадаются Собственно говоря Несущие конструкции Распадаются Догадка есть Уже об этом Заказывают Стратегии Значит Каким-то Людям Кто эти стратегии Будет Осуществлять Простите А тут Возвращается Ситуация В которой Человек говорит Простите Вы знаете Вот А нас С вами Нас взрывают С вами взрывают Понимаете Не знаю Может без вас Тоже будут взрывать Но с вами Точно взрывают Вот это Плохая ситуация И я думаю Что она будет Подсказывать Уже Деградировавшим Частям Они у нас Есть В аппарате Окончательно Разложившиеся Группы Людей Которые Вообще Живут Вне Закона И порядка Всякого Там уже Не о конституции Идет речь Там Об уголовщине Идет речь Они Это поле Будут Использовать Чтобы Вытолкнуть Опять Сейчас Президентскую Компанию Например Вытолкнуть Вот В поле Поиска Врагов Бомб И тому подобных Террористов Светлана Изнальчика Звонит Здравствуйте Светлана Говорите Пожалуйста Здравствуйте Я ваш подписчик Как всегда И слушаю Всегда вас Вы знаете Я звоню Вы понимаете Что Нальчик Это Кавказ Вот К сожалению 26 Невозможно Было Естественно Не с этими Митингами Потому что Вы знаете Что все мы Являемся В кавычках Террористами Весь Северный Кавказ То есть Голову поднять Не вариант Но что касается Горе Которое Произошло В Санкт-Петербурге Естественно Просто Жалко Людей Но Как только Объявили Что Произошел Значит Взрыв Хотя Почему-то Я сама Мусульманка Смешивают Вот эту Всю грязь Именно С исламом Да Я понимаю Что Есть Радикальный Ислам Но В данный момент Я считаю Что Я считаю И многие Которые 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 Живем На Кавказе Сразу Подумали На одного Человека И Он Находится В Кремле К сожалению Но Почему Большинство Людей Наши В России Такие Недалекие Видя Какой Жизни Мы живем Они все равно Продолжают Ему Доверять Светлана А почему Подумали А вот Ему Это Зачем Вы знаете Потому что Чтобы просто Напугать Народ До такой Степени Вот как Сейчас На Кавказе Сколько Времени Истребляли Вообще Молодежь Под видом Терроризма Изгоняли Просто В лес Многие Вынуждены Были Уезжать В Турцию И В соседние Республики Ой Странные Только Потому что За ними Было Гонение Со стороны Силовиков Поэтому Молодежь Практически Вся Вынуждена Выехала Те Которые Остались В живых Просто Нужен Страх Народу Нужен Страх Извините Я вас Перебью Потому что У меня Очень важный К вам Вопрос При тех Декларациях Которые Мы все Время Слышим При том Что Россия И Кавказ Это что-то Единое Вы чувствуете Себя Другими Обособленными Отдельными Что вас Все-таки Отодвигают Вас Отделяют Абсолютно Абсолютно Такое Ощущение Что У нас Уже Да Считают Людми Даже Внутри России Считают Людми Второго Сорта Не Считаются Совершенно И К сожалению Вот я Живу В Прельбрусе Почти В Прельбрусе Это Рядом Маленький Городок Тернаус Называется Вы знаете Она Оккупирована Военными Уже Сколько Времени У нас Нет Стадиона Потому что На стадионе У нас Поселены Только Военные У нас Нет Гостиниц Уже Вот в этом Городке Потому что Они Все Практически Отдали Военным Мы Ощущаем Что Не дай Бог Кто-то Голову Поднимет Или Вот Даже Против Правительства Скажет Слово И Обязательно Его Просто Потушат Даже Гессуда И Следствие Вы знаете Сколько У нас Исчезла Молодежь Бесследна Бесследна Поэтому Я говорю Что Вот Кавказ Да Ну В свое Время Когда-то Вы Наверное Все Побывали У нас На Кавказе Красивейшие Места И гостеприимства Не отнять Но В данный Момент Я Вот Неятно Считаю Себя Изгоем Хотя Вот В данный Момент Практически Мой Лидер Лично Я считаю Навальной И я Просто Преклоняюсь Перед радио Свободы Эхо Москвы Альбас Вот Соколов Я очень Многих Вот Только Вот Вас Слушаю Ну Это Совершенно Не Все Одинаковые Ток-шоу Иностранцы Одинаковые Которые Там Ходят Кто-то Из Иностранцев Которым Признано Нести Альтернативную Точку Зрения Сказал Что Ну Конечно Они Другие Кавказ Но Вот Вы Сами Посмотрите Реакция На теракты На Кавказе И реакция На теракты В Санкт-Петербурге Она же Разная Это Разная Для вас Люди Поднялся Просто Заверещали То есть Никакой Аргументации Не было Просто Знаете Как в мультиках Включились Вот так Кулачки Сжали И верещать На этого Поляка Который Объяснил Что Увидел Разницу В реакции Что Все-таки Другие Все-таки Скорбь Но Не та Скорбь Которая Вот Она тоже Разная Для разных регионов Российской Федерации Правильно Потому что ВОЖ недавно Объявил Что у нас Новая Народность Новая нация Россияне А тут Какой-то Забулдыга Иностранец Говорит Не у вас Разные Кавказ Разные Русские Разные Но у нас Среди русских Разные Что вы Считаете Что Горечь От этого Теракта За 5000 Километров Куда-то За Уран И в Питере Одинаковая Нет Потом Вообще Горечь Горя Это Сродни Чему-то Понятному И близкому Погибли Близкие Искалечены Друзья Друзья Друзей Через Четыре Руку Пожатия Весь Питер Переживает Да И вот Когда По разнарядке Скорт Начинают Распределять По городам Из Кремля Конечно Цинизм Конечно Еще Одно Нормальное Человеческое Чувство Вогнали В вертикаль Из Пахабеля А Пахабель С одной целью И митинги Эти с одной целью Вот для чего В советское время Проводили эти демонстрации Три раза В год Два Три Два Первомайская Раз Октябрьская Два И прохождение На 9 мая Через Красную площадь Где вожди стояли Но только в Москве Но только в Москве Не в каждом областном центре Да Ставит первый секретарь В пыжатовой шапке И все ходят Пальчишки И все ходят А как И не важно День победы Октябрьская революция Плакаты Да здравствует КПСС Да здравствует Леонид Ильич Народ и партии едины Власть Демонстрировала Вот этими массовыми акциями Что у нас Мощнейшая поддержка Среди народа Да У нас Немножко Нет таких Как у вас на западе Отдельных ветвей власти У нас Недоразвитый парламентаризм У нас Недоразвитая демократия Но любовь-то народная Ее не скроешь И как только горячо А питерский таракт Это горячо Сразу Давай организуем Массовую поддержку Народа Линии партии И правительства Вот Нам звонит Илья из Томска Здравствуйте Илья Говорите пожалуйста Здравствуйте Слышите Хорошо меня Очень хорошо вас слышно Ну я по двум пунктам У меня Первая такая просьба Скорее Часто называют Митинги В том числе Ваши передачи 26 числа Детскими митингами Ну на мой взгляд Неправильно Как Простите Я не услышала Как называют Ну детскими митингами Детскими Ну мы так не называем Хорошо Ну допустим Ну понятно Ну просто это неправильно Это неправильно Мы так не называем И такой вопрос еще Как вы считаете Собственно Кто именно Был целью теракта Потому что Если целью теракта Было Человеческие жертвы Да То есть Это ужасно Но тем не менее Это логически Рассуждать Если были Человеческие жертвы То время Подобрано Было Неудачное Потому что Это был Нечаскив И Если Там Должен был ехать Владимир Владимирович Путин То шанс Что он Станет Ну Жертвой Тоже невелик Потому что Неизвестно Как он поедет То есть Почему было выбрано Именно это время И могло ли Быть так Что просто Цель была Провести терак Показать Что Мы находимся То есть В небезопасности Да То есть Но минимизировать Жертву Потому что Все-таки В час Пик Жертв было бы Гораздо больше Спасибо Спасибо Я в конспирологию Против Путина Не верю Потому что Получается Путин говорит Медведеву Не уберегли А Медведев Пропадает На какое-то время И тут Готовится Против Это На самом деле Конечно Очень многие Даже Государственные люди Увязывают Сам визит Вот Время Выбранное Террористом Для своей акции С визитом Путина Да Но почему В какое время Когда ему Там удобнее Пройти Незамеченным Это мы уже Не знаем Это уже Следствие Будет определять Почему он Может быть Как-то проникать В его мозги Или допрашивать Тех Кто с ним связан А его Наверное Как-то вели И напутствовали Почему они Выбрали Это время Потому что Оно Действительно Там были Теории Тоже У наших Гостей Что Это было Ровно Между его Переездами С одной Точки На другую Ровно В это Время И может Быть Хотели Вот Конечно Не его Потому что Он в метро Не ездит Но вот Недалеко От него Чтобы это Произошло Чтобы так Символично Все Может быть Еще Я хотела Чтобы мы Успели Прокомментировать Чтобы вы Успели Прокомментировать Историю За эти Три дня Столько Всего Уместилось Столько Террористов Обнаружилось Но еще И обнаружилось Что Какой-то Террор Мор Пошел Среди Губернаторов Это же Тоже Какая-то История Трех Дней Последних Это Совпало Это тоже Совпадение Или это Что Тоже Какая-то Паническая Реакция На что Ну Нет Это Не Паническая Реакция Это Конечно Вполне Расчетливые Действия Они Буквально Имеют График И Так сказать У нас Появилась Даже такая Категория Экспертов Так сказать Или политологов Которые говорят А Завтра Будет Арест Вот Он В прошлом Месяце Он занял У нас Нижнюю Планку По Влиятельности Значит Завтра Послезавтра Его берут Я Я думаю Что это Во-первых Очень плохая Пропаганда Среди Целевой Аудитории Губернаторов Которых Между прочим На них Ложится Нагрузка Практически По Осуществлению И власти И развития На территории Они должны Эти майские Указы Путина Значит Невыполнимые Сейчас уже Финансово Абсолютно Они должны По ним Отчитываться Выполнять А выполнять Это значит Входить В реальную Экономику То есть Коррупционную Экономику И тогда Непонятно То есть Я думаю Самое безопасное Это ничего Не делать Тогда просто Снимут за Идиотизм Значит Скорее всего Не посадят По-моему Уже Многие Так себя И ведут А это Перехват Коррупционной Повестки А идея Идея здесь Не столько В перехвате Коррупционной Повестки Сколько В демонстрации Власти Перед Президентскими Выборами Что она Обновляется Они же Всеми говорят Мы обновляемся Приходят Новые Молодые Технократы Уже Забыто Что этих Называли Технократами Значит 3-5 лет Назад Ну это Ладно А это Неудачливые Технократы Не все Технократы Доживают До Наших Светлых Времен Значит И Вот Потом Смотрите Это Борьба С коррупцией Она Я уже С какого-то Мемента Стал Замечать Она состоит В общем Из одной Фазы Арест В прямом Эфире Значит Дрожащие Руки Значит Вот Обыск И так далее Светящиеся Банкноты И все И тишина Дальше Человек Оказывается В тюрьме Он может там Сидеть Потом Годами Это уже Никого Не интересует И может И выйти В общем Главное Что он Должен Показать Красивую Яркую Картину Вот Ужаса Значит После этого Он уже Не нужен И собственно Говоря Ну мы Видели Как это было На деле Там Васильева И других Потом Может быть Уже Даже Человек Старый Человек Могут И отпустить Вот Но это уже Никого не будет И все уже забудут Фамилию его Мы же живем В быстром мире Поэтому конечно Это часть Оперной постановки Надо ясно понимать Вот Вы нам нужны Дорогой Вы украстье Наш список потерь Ладно Мы завершаем Нашу программу На том Что я надеюсь Что прогнозы Маникюрши Не сбудутся И бункеры Не понадобятся Хотя Все может быть Хотя с генералами Что-то делать надо Хотя с такими генералами Что-то нужно делать Это была программа Лицом к событию Спасибо большое Нашим гостям До свидания Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok